Добрый день! Единственный, кого сейчас можно назвать великим, это царь Армении, Тигран II. Армянский царь, первом веке до нашей эры, носил титул царь царей, а у Сливкидов, бог. Воевал против Парфию, Ириима. Тигран великий, четвертый царь, в Великой Армении. Правил с 95 до нашей эры до 55 до нашей эры, был сыном Тигранна I, младшего сына основателя династии Арташесидов, Арташеса I. Родившись около 140 года до нашей эры, Тигран в молодости провел долгие годы в качестве заложника при дворе царями Тридата II, Парфянского, нанесшего армянам тяжелейшие поражения в 105 году до нашей эры. После того, как в 95 году до нашей эры царский трон опустел, по одним источникам, после смерти дяди Тигранна II, царя Артавазда I, не оставившего наследников, по другим источникам, в связи со смертью царя Тигранна I, отца Тигранна II, Тигран выкупил свою свободу у Парфян, отдав им 70 плодородных долин в районе современного северо-восточного Ирана и был возведен Парфянами на армянский трон. Он взошел на армянский трон, в благоприятный момент. Римское могущество в Малой Азии было сильно подорвано, военными победами Митридата Евпатора, царя Понтийского, который укрепил свою власть над всем Черноморием и грозился вообще изгнать римлян из Азии. Сам Рим был на пороге гражданской войны между фракциями Мария и Сулы. В Сирии династия Сливкидов находилась на грани анархии и краха. В Парфи после смерти Митридата II началась смута. Взойдя на трон, Тигран немедленно приступил к расширению своих владений. В 94 году до н.э. Тигран присоединил к своему государству соседнюю Софену, а после, в том же году и Коридук, Кордвец. Тигран Великий был последователем маздаизма, разновидности зороастризма. В 94 году до н.э. Тигран заключил военно-политический союз и породнился с Понтийским царем Митридатом VI, женевшись на его дочери Клеопатрии. Согласно этому договору, покоренные города и области Каппадокии должны были достаться Митридату, пленные же, и движимое имущество, Тиграну. Цари также условились, что Тигран починит себе Сирию и территории на востоке, вглубь Передней Азии, а Митридат – Малую Азию. Война с Каппадокией началась в 93 году до н.э. Каппадокийский царь Арябарзан I сразу же, бежал в Рим, и Тигран II посадил на его место Гордаю. Эта военная кампания привела Тигранна к конфликту с римскими интересами, и явилась первым военным противостоянием с Римской империей, которая закончилась для Тигранна безрезультатно. В 92 году до н.э., посланный римским сенатом полководец, Луций Корнелий Сула вытеснил вторгшуюся в Каппадокию армянскую армию полководцев Багоя, имя Триаса, и восстановил Арябарзана I на Каппадокийском престоле. Однако многие каппадокийцы, насильно переселенные в Армению и составившие значительную часть населения новой армянской столицы, не смогли вернуться на родину. После похода в Каппадокию, Тигранн решил расширить свое царство за счет соседних Кавказских областей. В 91-87 годах до н.э., в состав Армении вошли соседние территории Иберии и Кавказской Албании. Таким образом Тигранн создал необходимые предпосылки для схватки с основным соперником, Парфянской империей. Следующая военная кампания, по свидетельству Плутарха, и других хеллинистических авторов, приводит к покорению Парфян. Плутарх сообщает следующее, когда Тигранн начинал, его возможности и планы были совсем ничтожны, а теперь он покорил множество народов, сломил, как не удавалось еще никому другому, мощь Парфян, и переполнил Месопотамию греками, которых он во множестве насильно переселил туда из Киликии и Каппадокии. Из других народов он согнал с прежних мест также кочевые племена арабов, которых поселил поближе к своей столице, чтобы использовать их для торговых надобностей. В 88 году до н.э. Тигранн начал успешную войну на востоке против царя Парфии, год Тарза II, бывшего внуком Парфянского царя Фреопата. Прежде всего отвоевал у Парфян обратно 70 долин, уступленных им в качестве выкупа за свое освобождение. Также была взята область Ахбак, в Атропатине. После этого Тигранн совершил поход против Адебене, и подверг опустошению районы Ниневии и Арбилы. Покорив все эти области, он двинулся на юг и захватил летнюю резиденцию парфянских царей город Экбатаны. После этого царь Парфий Гатарс I по свидетельству Устина, Страбона и других эллинистических историков, отказался от титула царь царей в пользу Тигранна. После чего, некоторое время монархи Парфи и Титуловались просто как царь Парфян. Это подтверждают нумиосматические данные. Страбон следующим образом описывает завоевание Тиграна в Парфи. Вначале он жил заложником у Парфян, затем ему удалось получить от них дозволение вернуться на родину, причем Парфяне взяли выкуп 70 долин в Армении. Потом, усилив свое могущество, Тигран не только отнял у Парфян эти области, но даже опустошил их собственную страну, области около Нина и Арбел. Далее он покорил властителей Атропотины и Гордея, и с их помощью остальную часть Месопотамии. После победы Тигранна над Парфянами, его власть над собой признали кочевые арабские племена, жившие в Южной Месопотамии на берегу Вавилонского моря, Персидского залива. Вожди Сакам и Сагетских племен, обитавшие в районе Аральского моря, прислали послов к двору Тигранна для заключения союза. Армянскому царю Тиграну Великому, правившему в 95-55 годах до н.э., было посвящено больше всего опер в мировой истории. Самые известные европейские, а особенно итальянские композиторы написали 23 оперы и посвятили их царю Древней Армении. Продолжение следует...